Глубоко уважаемые коллеги, друзья, я сразу скажу, что не буду рассказывать про весь гепатоцеллюлярный рак, представлять большой мировой опыт. Я покажу когорту своих пациентов, тяжелых пациентов со значимым циррозом печени, на фоне которого возникла гепатоцеллюлярная карцинома. Это те больные, которых ни один разумный хирург и ни один разумный онколог в нашей стране не лечит. Из актуальности одно слово, а столько скажу о том, что прямое мутагенное действие вируса и цирроз печени доказано является преддиктором фактора гепатоцеллюлярной карциномы. Сейчас появились новые исследования, в том числе и в России, что даже уже вылеченный вирусный гепатит С все равно не гарантирует возврата к ГЦК. И до 10% случаев пациентов возникает гепатоцеллюлярный рак. Два слова о классификации ЛерАЦ. Все вы работаете онкологами, и вот это гоняние пациентов за биопсией гепатоцеллюлярного рака на фоне цирроза уже доводит до, не знаю, нет слов просто. Все, весь мир пользуются классификацией ЛерАЦ. Если опухоль больше 2 см, если в анамнезе есть гепатит В или С, если есть повышение альфа-фетопротеина, не нужно делать биопсию, нужно лечить пациента. Мало того, что биопсия приводит к 10% осложнениям и даже летальности, так еще и пациент ходит из больницы в больницу, где должны доказать, что это гепатоцеллюлярный рак. Хватит уже этим заниматься. Есть, слава богу, уже и редакция «Русска» 2018 года, где именно вот такая вот стадация ведет к тому, что это гепатоцеллюлярный рак. Основные методы лечения основаны на всех классификациях. Европа пользуется, как правило, барселонской классификацией, Азия, японской и корейской классификацией. Но так как у нас страна большая, мы имеем возможность жить и в Европе, и в Азии наши пациенты. Поэтому немножко наши методики, которые придуманы только для BCLC-B стадии, можем оттягивать как в стадию A, так и в стадию C. Чуть-чуть пару слов о наших методиках. Это создание высокой пролонгированной концентрации химиопрепаратов в опухоли плюс эффект ишемии опухоли за счет эмболизации питающих сосудов. Существует две методики. Это классическая масляная химиоэмболизация и с использованием современных препаратов насыщаемые сферы. Как правило, из препаратов используются в первой линии доксорубицин, при его неэффективности метамицин С. Это стандартные протоколы для многих мировых клиник. Показаны, есть свои преимущества, есть недостатки каждой методики. В том числе сферы, они более полезны там, где у пациента сопутствующий выраженный очень цирроз печеночно недостаточный, кардиальная патология, потому что насыщаемые сферы не обладают системной токсичностью. Я стараюсь ускориться, потому что вы и так уже задержались сегодня. Но, как и у всех хирургических манипуляций, существуют осложнения. Как правило, они связаны с техническими моментами процедуры. Это попадание цитостатика в нецелевые сосуды и также с нарушением функции печени. Летальность достигает до 5% по разным клиникам. А вот отдаленные результаты, что масляная химия эмболизация, что и эмболизация микросферами, насыщаемые доксорубицином, они оказались одинаковыми по данным очень больших исследований. И стадия цирроза печени тоже не влияет на продолжительность жизни. Поэтому, кто чем владеет, тот, кто может хорошо и применять. Это пример использования сферы у пациента в нашей клинике. Опухоль цирроз у него А4, был BCLC А4. То есть это подразделение такое больше хирургическое, чем онкологическое. Когда узел вроде один и по классификации Т это еще первая-вторая стадия, но цирроз у него выраженный B, это уже совсем никак не BCLC A в чистом виде. Выполнена селективная химия эмболизация. На контроле, видите, полностью отсутствует невоскорролизация опухоли. КТ до лечения и КТ через три месяца после лечения отмечается полный ответ. Полный ответ мы наблюдали 21 месяц. Затем пациента рецидив заболевания мелкие узлы ГЦК. Продолжали мы уже масляную химия эмболизацию. Наблюдался он 46 месяцев от начала лечения. Умер, к сожалению, от кровотечения из язвы 12-перстной кишки в одной из городских больниц другого города, не Санкт-Петербурга. Методика насыщаемых сфер при гепатоцеллюлярном раке узловая такая форма, очень похожа на восточный вариант. Это ориентальный так называемый рак, когда опухоль в капсуле и имеет очень много сосудов. Вот такие опухоли встречаются у азиатов. У европейцев это больше массивный вариант. Суперселективная эмболизация опухолевого узла, полный ответ. Более того, пациент находился на листе ожидания по поводу цирроза печеносного для трансплантации. Но получив полный ответ, мы выполнили лепароскопическую резекцию. Это макропрепараты, сферы находятся внутри опухолевой клетки, вдоль опухоли тотальный некроз. И пациент снят был с листа ОТП в связи с тем, что не было гепатоцеллюлярного рака, а цирроз его не требовал трансплантации печени. Преимущества я уже сказал. Вот таким образом, перейду как раз к нашим больным. 54 пациента, цирроз B, цирроз C. Как правило, по барселонской классификации основная группа больных это B, А4, это тоже не лучше, чем B, на самом-то деле клинические. И даже часть больных C, которых, по идее, не нужно вообще никак лечить, только наблюдать. Но мы пытаемся лечить всех, если это возможно. Единственное противопоказание к нашему лечению на сегодняшний день – это печеночная недостаточность. Ни тромбоз воротной вены, ни распространенность заболевания. Сейчас не противопоказание в связи с отточиванием техники эндоваскулярной, плюс появлением новых инструментов. Число процедур от 1 до 17 каждому пациенту. Это говорит о том, что мы своих больных наблюдаем, сами смотрим коты и при появлении неоваскурилизации добавляем процедуры с разными интервалами. Если узел солитарный, используем насыщаемые сферы. Если белобарный, то масляную химиоболизацию. Пример клинический пациент, 72 года, BCLCB, цирроз B. После эмболизации вот так видно накопление опухоли, химиоболизата в опухолевом узле. Добились мы у него хорошего ответа, наблюдали. Затем через некоторое время появился, ну не рецидив, а, так скажем, внутрепеченочный, или прогрессирование, или новый узел в левой доле. Также суперселективно его эмболизировали. Опять добились эффекта, наблюдали его 38 месяцев. Начался рост АФП, появился дочерний узел в центральных отделах. Также мы его начали эмболизировать. Мы уже сменили химиопрепарат доксурбицин вербитал, общую дозу 500 мг. И перешли на метамидцин С. И все бы было бы ничего, мы так его наблюдали довольно долго. К сожалению, он погиб через 70 месяцев от начала первой процедуры, от инсульта. Более того, опять-таки, это вот наше здравозахоронение, по-другому не назовешь. Инсульт был у него острый, тромботический. Приехала скорая помощь, сказала, у него рак четвертой степени, какой инсульт. И уехали. Ну, родственники позвонили, позвонил уже в специализированную клинику, говорит, какая разница, рак это не противопоказание для терапии острого инсульта. Ну, к сожалению, вот эти все штуки закончились тем, что пациент погиб. Пациент 73 лет. Это вот как раз о чем я говорил. Прямая инвазия опухоли четвертого сегмента, масса дочерних узлов в воротную вену. Видите, при контрастировании печеночной артерии сразу проявляется воротная вена. Ну, вот здесь мы, так вот скажем, лукавим. Не показано ему никакое лечение. Суперселективная эмболизация техникой сэндвич самой фистулы. На контрольных снимках воротной вены нет, и пациент превращается из Си в Би. Но это, конечно, лукавство, никуда он Си не делся, и печеночная недостаточность у него есть. Это я так, для украшения. Но есть возможность его лечить. Мы его дальше продолжали выполнять химией эмболизации. К сожалению, пациент умер от прогрессирования не опухоли, а печеночной недостаточности за счет своего сопутствующего цирроза. Вот пример тромбоза воротной вены при Би-Си-Си-Си. Пациент начал получать Чайл-Тейв, у него был цирроз, поэтому ему дали в Ленинградской области сарафиниб. Он три месяца получал этот препарат. К сожалению, очень высокая была желудочно-кишечная токсичность, похудел на 15 килограмм и вот обратился к нам. Вообще, по международным протоколам нет показаний к сочетанию сарафиниба и химией эмболизации, но мы вот делаем, и посмотрите. Да, вот. Мы это все-таки немножко делаем, и вот этот пациент у нас на сегодняшний день наблюдается 18 месяцев, практически полный ответ в узлах, и более того, мы даже имеем контрастирование тромба. Вот. Таким образом, я перейду к результатам. Уже время уходит. Есть у нас также осложнения, процент летальности у нас 2, есть другие осложнения, но которые, слава богу, купируются или консервативно, или минимально инвазивно. Ну, посмотрите, на наших методиках, у этой группы пациентов, у нас процент прогрессирования только 35. У остальных мы добились какого-то или частичного ответа, или стабилизации, или даже полного ответа. Конечно же, прямая выживаемость, она желает лучшего, это по умершим больным 16 месяцев, но треть от них погибли не от рака, погибли от прогрессирования цирроза печени, что также указывают очень многие авторы. А если брать стадию A, хотя даже A4, то средняя продолжительность жизни 23 месяца. Медиана выживаемости 18 месяцев у этой группы больных. Мы считаем, что вот прогресс такой вот в нашем центре связан именно с методологией и с хорошим фолл-апом больных. И вот вишенка на торте, у 21 больного мы выполнили ортопическую трансплантацию печени. У 14 из них, причем стадия, посмотрите, B и даже C, были курсы эндоваскулярных процедур. Мы выполнили многократные химиоэмболизации, держали пациентов или в Милане, потому что есть дефицит донорских органов, или же, наоборот, переводили не из Милана в Милан. Этих больных вот таким вот образом эмболизировали все узлы. Вот так вот потом выполнялась трансплантация, на которой вы видите тотальный некроз опухолевых узлов. В результате из тех больных, которым выполнено ОТП в разные сроки, умерли только двое от прогрессирования гепатоцеллюлярного рака. Это на самом раннем этапе. Мы взяли, конечно, девочку без таких очевидных показаний. А сейчас 52 месяца от метастазов легких и один только от полиорганной недостаточности. То есть из 22 погибло от опухоли. И двое больных даже снято с листа зажидания за полного ответа на химиэмболизацию. Вот пример клинических интервенционных радиологических методик у такой сложной когорты пациенток. Молодая женщина, 6 кровотечений из Калининграда, приехала к нам на консультацию по поводу трансплантации печени, операции ТИПС. Однако при пересмотре КТ мы заметили опухолевый узел, который как бы ранее не был описан. Более того, мы их нашли два, выполнили подолевые эмболизации, достигли полного ответа. Портальная гипертензия у девочки никуда не делась, поэтому я сделал операцию ТИПС, тем самым сняв портальную гипертензию. Через 4 месяца после этого она была успешно прооперирована в объеме ОТП. Наблюдается на сегодняшний день абсолютно клинически здоровая молодая цветущая женщина. Спасибо за внимание. Продолжение следует...